Саша, сколько лет в Испании? 18 лет уже. А тебе сколько лет? Мне 20. 20 лет? 20 лет, да, понятно. И работаешь ты в иммобилярии. А как выбрала этот сектор? Ну, если честно, то так получилось немножко случайно. Я давно уже хотела попасть и попробовать. Это такая сфера, что всегда мне вызывала как бы интерес. А чем? Общение с людьми не очень. Всем привет! С вами Оксана Майко. Я помогаю листировать в недвижимости Испании максимально выгодно и безопасно. И хочу познакомить вас с Александрой. Александра. Здравствуйте. Давай, пробей нас, надо. Это Нань Беналбадна, Коста Дель Соль. Очень красивое место и очень уютный город. Здесь прекрасно просто жить. Я здесь провела свое детство, здесь выросла. И очень солнечное. Сашка включила рекламную кампанию нам. Вы приезжайте все на Коста Дель Соль, будете славы тебе задорать. А, вот хотела что спросить. У тебя много испанских, русских клиентов? Много ли у тебя русских клиентов? Ну, не очень много, но бывают. Бывают? Да. Активно покупают. Очень активно. Саша. Так, продолжаем просмотры, продолжаем искать апартаменты. Ну, когда ты ищешь, ты всегда находишь что-нибудь интересное. И вот сейчас предложили посмотреть вот такое чале. Мне всегда было интересно, что же находится за дверью вот этих вот стареньких домиков. То есть, эти домики мне напоминают, например, дачу, да, дачу, если вы по российским меркам. Или, например, временное жилье, когда ты занимаешься серфингом. То есть, когда ты выходишь, и вот оно море. Море буквально, ну, 50 метров даже, наверное, меньше. То есть, вот такая терраса, ты можешь поставить столик. Ну, пойдемте посмотрим, что же там есть за вот этим морем. Терраса. Пошли посмотрим, как у нас дом до моей бабушки. Правда, у меня не было бабушки. Ну, пускай будет. То есть, вот так. Проходим на кухню. Тут вот старый, ну, санузел такой. То есть, очень интересная штука. Так, вот кухня. Вот тут такая вот еще одна комната, как у взрослых. Ванна. И две спальни. То есть, вот одна спальня. Вот одна такая спальня. А вот другая. Спальня. То есть, вот такая какая-то история вот этих старых домов. Да, можно перестраивать, можно ломать стены и, в принципе, сделать из этого домика что-то очень-очень замечательное. Саша, знаешь, что мне еще очень понравилось? Я тебе уже говорила. Ты здесь двух лет. То есть, тебе было два года. Ты еще, по сути, говорить-то плохо могла. Да. Когда сюда приехала. И ты заканчивала испанскую школу. Да, я заканчивала испанскую школу. И училась дальше на курсах, ну, на испанском языке все. Да, точно. Ну, ты так хорошо говоришь по-русски. Вот это меня, ребят, поразило. Как так можно говорить хорошо по-русски? Почему? Ну, не знаю. У меня дома немножко. Мама с... Немножко. Разговаривали. Ну, и украинский как-то, что мои корни. Ну, у тебя не слышно украинского акцента. Ты очень прям правильно говоришь, что не вставляешь испанских никаких словечек. То есть, ты говоришь чисто. Ну, то есть, это, конечно, поразительно. Так вот, для тех, у кого дети, и вы думаете, переезжать или не переезжать, в принципе, срекомендуешься, Саша? Очень. Очень. Да? Здесь настолько можно, как человека, себя проявить, что, мне кажется, не во всех местах есть такие возможности. Слушай, а ты чувствуешь, что ты красивая девочка относительно испанских женщин? Потому что тоже вопрос всегда стоит, типа, испанские женщины некрасивые, а испанские мужчины красивые. Это неправда. Есть красивые испанские женщины, их очень много. Но ты вот чувствуешь себя особенной? Вы знаете, не так красота внешне, как, наверное, манеры, там, женственность. Вот это, да, замечается очень. Отмечают тебе, да? Потому что, смотрите, Сашка у нас похожа на испанку. Ну, так, если вот не понимать, темненькая, темные глазки, ну, то есть, естественно, ты красотка, но вот... То есть отмечают, да, молодые люди? Да, немножко, да, заметно. А с девочкой у тебя есть конфликт? Конфликт? Нет, нет. Нет? То есть ты такой человек сама по себе, потому что... Не знаю, я стараюсь, это на компромисс, это с самого начала, да. А если не получается, то просто этих людей в своей жизни как-то, не знаю, убираешь. Что бы вы хотели еще спросить у Саши, напишите в комментариях, пожалуйста, потому что я на самом деле, мне очень интересно, ну, вот ее жизнь здесь, потому что человек здесь, ну, это, да, как, вторая родина твоя. Да, даже, может, первая, потому что ты больше лет здесь прожила, 18 лет здесь и два года там, где ты не помнишь, возможно. А ты посещаешь Украину, кстати? Да, каждый год. Ты моя хорошая, слушай. У меня родные там, и как-никак это остается для меня, не знаю, каким-то... Это родина моих родителей, всей моей семьи, и для меня она тоже что-то в жизни значит важное. Вот такая глубина, то есть глубина у человека, вот, неважно, сколько человеку лет, да, его 20, а вот глубина, куда она смотрит, это, конечно, ну, это и выражается, и в лице, и во всем потом, потому что... И в голосе твоем, что то, что по телефону вот я услышала, ну, умница, супер, молодец. Хорошо. Ну что, мы только начали с Сашей общаться, мы познакомились только сегодня, вернее, мы познакомились пару дней назад по телефону, сегодня встретились. А что бы вы хотели узнать у Саши, еще раз повторю, ей всего 20 лет, и всю жизнь, ну, почти всю жизнь Саша живет в Испании при хорошем русском языке и при своем понимании. Поэтому вопросы вы можете ей задать, как вопросы можно про родителей, да, то есть, ну, посмотрим, Саша уже взрослый человек, и она уже сама работает, поэтому профессиональные вопросы, на профессиональные вопросы. Жизнь Испании в Испании, она может вам ответить. Поэтому пишите внизу, я всегда свяжусь с Сашей, мы с вами всегда встретимся, да, Саша, и с удовольствием вам, ну, как бы, поясним уже с другой стороны. Все, оставайтесь с нами, не переключайтесь, и в комментариях пишите. Если нравится интервью Саши, ставьте лайки, я также буду знать, что вам это нравится. И не забывайте подписываться на канал, там есть красная кнопочка, подписаться, и в конце видео будет такой кружочек с моим изображением. Вы подписывайтесь на канал, мы всегда рады новым, новым друзьям, новым подписчикам. Пока-пока, с вами была Саша. Саша. Пока-пока, с вами была Саша.